В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как создать свой блог и добиться успеха, если ты человек с определенными особенностями. В гостях у нас Татьяна Кожевникова, блогер, участница форума «Глухих» и Иван Юрченко, продюсер Татьяны. Здравствуйте, дорогие гости! Татьяна, первый вопрос вам. Форум «Глухих», как он прошел и что интересного было? На форум меня пригласили поучаствовать. Для меня такой первый опыт был. Было много людей, около 400 человек. Блогеры все неслышащие, глухие. Было такое хорошее общение у нас. Это первая встреча всех блогеров и надеюсь, что будут такие встречи еще и еще. А когда планируется еще? Когда точно, наверное, не скажу. Вообще планируется, но пока не скажу, когда. Раньше вообще такого не было. Это был первый опыт. А кто организовал? Кто был инициатурой? Валентина Гаврилова. А кто это? Ой, не знаю. А, она работает в блоге «Общество глухих», такое у нас есть, которое называется «Влог». И вот там женщина, переводчик, была инициатором такого мероприятия. Какие были цели, когда ехали на этот форум? Познакомиться. Познакомиться и вживую, потому что все мы друг друга как-то знаем фартуально, да, ну, а тут именно что вживую мы друг друга увидели, обобнялись контактами. Скажите, блогеров, вот таких блогеров с особенностями, да, с особенностями слуха. Много ли? Глухих и согласно слышащих? Ну, около 30 по стране. Наверное, больше вообще на самом деле, это там 100-150 человек, ну, у которых меньше подписчиков. Ну, а так вообще конкретно занимающих, вот 30. Популярных сколько, допустим? Популярных? Таня? Популярных? Популярных? Ну, вот эти 30, они, наверное, и есть популярные самые. Да. И вы среди них? Да, я обхожу. Да, они очень хорошие аудитории. У них прям такая тёплая. А сколько вот они подписчиков? Ну, если говорить про запрещенную в Российской Федерации социальную сеть, то около, там, по-моему, 40 сейчас, да? Около, да, 40 тысяч, 40 тысяч. И причём охват у неё около 30 процентов, это очень хороший охват считается для таких, ну, подписчиков. То есть норма считается это 10 процентов. Спасибо. А у неё 30 процентов. Очень приятно. Это очень хорошо. Да, слушайте. Тогда я тебе прям. Молодец, это не для каждого блогера. В принципе, есть такое количество верноподанных. Да, и в целом, на самом деле, даже если говорить про Таню, то они сейчас сейчас даже в наших шоу, в смысле, просто вот представляете, да, ну, глухие и слабослышащие с обычными людьми. И они снимаются наравне с шоу, ну, на этом шоу делают шоу, и действительно интересно, очень выглядит. Шоу набирает реально охвата хороший. Таня, ещё была какая-то премия «Успешная мама». Что это за премия и как ты на неё попала? Пригласили меня тоже Екатерина, ой, я не помню фамилию, да, она продюсер вот этого «Успешных мам» премии, и пригласила нас сюда. Мы с подругой побывали, поучаствовали. Такое хорошее, большое удовольствие получили, участие в этой премии. Она тоже первый раз участвовала. А какую номинацию забрала? Мама-блогер. Не просто Мама-блогер там. Там с особенностью, ну, глухая, глухая, глухая мама-блогер как? Глухая, может быть, мама-блогер. А, да-да, ну, «Успешная мама», как, «Глухая мама». По-моему, это номинация, если не ошибаюсь, типа «Успешная мама с особенностями»? Что-то такое было, если не ошибаюсь. А Татьяна мама? Да, мама, она мама. Да, у меня сын. С кем Татьяна познакомилась за все это время? Познакомились там с Катей Лейль, было такое приятное знакомство для меня с ней, она очень на жестах говорит, даже так было приятно. Елена Борщева. Ага, да-да. Вот, ну, это вот из известных людей. Конечно, там было очень много других, с кем познакомилась. Ну, вот эти два знаменитости, две знаменитости. Было доброе такое общение хорошее. А почему вообще было принято решение заняться блоггингом? Ну, вообще люблю собирать информацию для глухих. Вот начала аудиторию для себя собирать вот именно среди глухих, рассказывая разную информацию, то есть донося о том, о сём. И так как-то получилось, что людям интересно смотреть. И всё это в твоём блоге происходит на языке жестов? Или как? Да-да, конечно, конечно. Иногда бывает привет, переводчика приглашаю. Как произошло знакомство с форумом Inside People? Интересная была история. В начале, в запрещенной сети, там пригласил Алексей Савко, да, правильно? Ага. Вот, он пригласил меня, то есть рассказал о том, что ты можешь, у тебя получится всё. И интересно, что мой сын был переводчиком, ну, во всем этом. У меня было такое большое сомнение, ну, участвовать, не участвовать. Год прошёл, и друг Сергей, слабослышащий мой друг, настоял, давай, говорит, попробуем. Здесь, во Владивостоке, открылась филиал, да, или как его. И мы, в общем, туда пришли, разные материалы собрали, отдали и переслали в Москву нашу материалу. Три дня прошло буквально, и нас приняли. Спасибо, Иван. Мы там познакомились, мы через три дня. Ага, Иван, ну, расскажите вы, как произошло знакомство. Ну, вообще, именно со мной произошло знакомство, то есть Таня написала, по-моему, если не ошибаюсь, мне в Инстаграм тогда, и, ну, объяснила, чем она вообще занимается в целом. Мы с ней вообще общались уже год назад, я ей писал ещё даже, ну, типа, предлагал, давай работать вместе, давай мы будем развиваться, это очень интересно. Я, честно говоря, даже не знал, что она, ну, то есть она общалась, мы по переписке-то общались, я не знал, что она глухая. Ну, типа, мы просто общались, я даже голосовые записывал, видимо, кто-то там ей переводил, вот, и она мне отвечала, то есть. А когда она приходит, ну, то есть мы потом сделали такую офлайн-встречу, вот, она приходит, и, ну, она, ну, как бы, я понимаю, что, ну, она глухая. Мне так стало стыдно, что я записываю голосовые, ну, она же как-то отвечала, мучилась, ну, как-то там их расшифровывала, вот, и познакомились в целом, она показала, ну, чем она вообще занимается. Она, кстати, тут немножко, это, стесняется, да. Она очень много чем занимается, очень много пользы приносит еще общество, особенно, ну, общество глухих, вот, очень, как бы, для них прям старается, реально. И благодаря этому, я думаю, что поэтому аудитория у нее очень теплая в целом, и когда просто она показала свои охваты, что она делает, она там конкурсы делает и так далее, я говорю, блин, тебе нужно сейчас вот рушить просто границы. Она говорит, я хочу порушить границу вот между, там, типа, глухими и слышащими, типа, чтобы вот, ну, как бы, мы все коммуницировали, как обычные люди, потому что, видимо, есть какая-то проблема, ну, в коммуникации, потому что, в целом, они говорят очень быстро, и мы не успеваем так, ну, мы словами так быстро не разговариваем, вот. Вот, и есть некоторые проблемы в понимании друг друга, даже в переписке, вот. И я говорю, давай рушить, говорю, давай, ну, там, мы проработали примерно эту стратегию, что нужно делать, и сейчас она потихонечку-потихонечку идет, ну, уже, на самом деле, очень большой шажок-таки сделали в том плане, даже вот то, что мы ездили в Питер. Одна без окружения, без, ну, без поддержки такой, да, никого не было раньше, ну, вот сейчас через Ивана, вообще, это так здорово. Ивана, да, огромное спасибо, потому что такая поддержка от тебя огромная получила. Это, на самом деле, семья, то есть не только я один поддерживаю, там, в целом, мы, как бы, там много людей у нас поддерживают. А жесты трудно тебе учить? Ну, жесты трудно, да. У меня времени не хватает, просто я хочу научиться, но мне не хватает времени-то на сесть, меня выучите. Я вот так, спасибо, знаю. Здорово. Ну, еще пару плохих слов знаю теперь. Ну, как всегда, сначала учатся. С плохих, а потом хороших. Да, у вас очень дружная, хорошая команда. Да, в целом, даже вот, когда мы поехали на Питер, я, Таня, сказал, ну, там, представляете, тысяча блогеров в одном месте. Я, Таня, говорю, иди, знакомься. Ну, и, честно, честно говоря, я думал, что будут у них там проблемы, потому что есть вот люди, которые, да, у нас даже вот, ну, просто, вот, у них нет никаких там особенностей, вот они обычные люди, вот. Они вот, они вот, как-то, коммуникации им сложнее делают. Таня же, я просто, она с тем общается, с тем общается. Там со звездой познакомилась, там с человеком познакомилась, который в танцах участвует. Он тоже, ну, глухой и тоже участвует в танцах, очень красиво все танцует. И, как бы, я вот только сижу, только думаю, как у нее это получается просто. Вот она вот как-то вот умеет коммуницировать со всеми вообще. Вот это вот ее очень большой плюс большой. В этом ее и особенность, да? Особенность, да. И поэтому у нее хорошо все получается. Ага. Чего хочет, добивается. Все, по-моему, все. Что-то Таня говорила, спасибо. Что ты говорила? Она говорила, да, что этот танцор, очень хороший человек, Андрей зовут. Да, и так, ну, хорошо познакомиться была с ним там. Как Таня снимает видео? И что за видео? Очень интересный тренд. Таня, в общем, ну, как бы, они же не слышат музыку. А надо, ну, если мы хотим, как бы, развить, так скажем, не только, чтобы глухие смотрели, но и обычные люди, вот, как бы, нужно делать с музыкой. И я ей сказал, говорю, титры, да, субтитры. Вот, я ей посоветовал, давай делать так. Ну, ты либо выскидывай мне, либо у тебя же есть, ну, друзья тоже, которые слышат. Вот, давай им музыку. Вот тренд, допустим, недавно был по популярному сериалу. Как этот назывался он? Девочка эта, которая черная такая. Венздей. Венздей, да, популярный сериал. Вот, и она делась немало тренд. И, ну, получается, она же музыку не слышит. Вот, она тут танцует, танцует, а потом поставили музыку. В итоге там снимали, мы не знаю, раз, наверное, сколько там, ну, раз пять. Вот это, да? Получилось? Да, 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 в этом. Раз пять, наверное, переснимали. Но в итоге прикольный тренд получился. Ну, типа, близко к тому, что нужно сейчас реально. Ну, как бы, сложно, особенно вот где звуковые тренды. А так, в целом, ну, как бы, быстро снимается, быстро что-то делает. Но сейчас мы придумали немножко другой формат, пока не будем его расставать. Не видите, у влога Тани его. Но будет тоже весело. Да. Таня, нравится снимать вот такие видео, трендовые именно? Да, конечно, конечно, это мое. Я с детства мечтала быть актрисой такой знаменитой, да, и вот, наверное, к этому приближаюсь. Но это же надо выучить все эти движения. Да. Как учиться, нормально. Ну, я думаю, несколько дней и хватать. Не в движениях проблема, а именно в музыке, да, вот, слышать. Да, 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 конечно. Понять это вот это, когда нужно сделать. Риху поймать, да, да, конечно. Тут нужно повторять по-хорошему. Ну, несколько дней, да, достаточно. Хореограф был бы. А, ну и хорошо, что есть вот монтаж, монтаж видео, что где-то не получилось, ты можешь это просто вырезать. Или замерить. Да. Мне вот интересно. Очень спокойно происходит коммуникация со мной, с Иваном, с переводчиком. А в реальной жизни, ну вот, в обычной, в быту, так же легко у Тани происходит коммуникация? Да, через телефон мы пишем. Она хорошо читает по губам еще тоже. Вот, я заметила, да. Да, да. То есть, в принципе, да, когда она приходит в студию, даже когда одна приходит, вот, там, без друга Сергея, ну, мы, в принципе, тяжело, ну, не так быстро, конечно, мы понимаем друг друга, но все равно умеем договариваться. Ну, мне кажется, язык жестов, он, в принципе, простой, типа, там, ну, ты объясняешь просто, как мы с вами разговариваем, допустим, да, мы все равно же руками коммуницируем. Да, вот. Непривычно, может быть, где-то в начале, но потом привыкаешь. Да, я смотрю, что она делает, ну, как она говорит, тоже понимая, ну, вот, как в английском, допустим, мы не знаем английском, но на ломаном английском говорим, что, там, где море, там, и так далее. И все становится понятно. Да, да, в целом понятно все. Какие-то шоу, про какие-то шоу речь идет? Здесь, да, мы сейчас в Владивостоке, в целом, да, ну, продюсерским центром в своем, inside people, мы снимаем здесь шоу, и в целом даже начинаем, попробуем даже снять сериал, вот, и кино даже сейчас пытаемся, будем летом пытаться кино снять, вот, и Таню, мы долго думали, как будет, мы боялись, чтобы сложно интегрировать, ну, Таню в наше шоу, мы все думали, как сделать так, потому что, ну, нужно, чтобы понимали и... Помнишь, ты, факты мои, шоу было, да, факты, да, 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 хорошо там вышло? Да, там вообще хорошо, прям отыграли, да. Да, помнишь, да? Вот, и мы все думали, как сделать так, чтобы было понятно, потому что у нас шоу, в принципе, назначено, где мы всем разговариваем, очень много разговариваем, вот, где там есть какие-то действия, что нужно делать, особенно там с музыкой услышать, что-нибудь там, звуки какие-то там издать и так далее. У них, в принципе, восприятие мира немножко иное, ну, типа, они слова немножко понимают по-другому, где мы можем шутку дать, допустим, да, ну, русский язык вообще в целом тяжелый, вот, где мы можем шутку дать, а они интонацию, если не услышат, они поймут эту шутку и могут обидеться. И мы вот думали, как сделать так, чтобы, ну, все друг друга понимали легко. Это было сложно, но в итоге мы такие, а, как будет, так и будет. И в итоге получилось очень шикарно вообще, то есть, скоро выйдет выпуск с ней, мы просто придумали, что мы сделаем титры, у нас друг Сергея переводил, Таню, вот, и мы там, монтажер сейчас, много работы, конечно, по титрам, но в целом, я думаю, что получится классно. Ну, по крайней мере, то, что я видел, как вот снималось, когда я смеялся, ну, типа, мне было смешно, мне было прикольно, они там смеялись тоже. А о чем было это шоу? Факты шоу, это, где звучат факты о звездах каких-то, вот, а они угадывают, правда или это неправда. И если не угадывают, то есть какое-то наказание. Ну, и там в идеале как-то нужно друг другу, грубо говоря, так поднасолить, чтобы другой проиграл, а один выиграл, вот, они там друг друга соперничают вообще. Вот. Они там злились на друг друга, говорят, там, ты плохой. Да, у вас так много идей разных шоу вот этих, мне так нравится. А куда потом весь этот контент? Мы снимаем для Рутуба, да, для Рутуба снимаем, ну, для российских соцсетей, это Алексей снимаем. И просмотров достаточно набирает? Ну, с этой какой шоу, да. Ну, вообще в среднем, ну, максимальное количество просмотров, которые мы набирали, пока миллион был. Ну, тут... А в среднем это от 200 до полмиллиона просмотров, примерно так. Это здесь мы в «Водестоке» снимаем шоу. Тань, а сложно вот так коммуницировать наравне со слышащими людьми и участвовать в таких шоу? Ну, как-то нормально, да. Есть сложности, но привыкаешь. Если, например, такой тяжелый контент, тяжеленный словами, оборотами речи такими, то, конечно, тяжело. А если какое-то простое общение, то нормально. А удавалось вот так пообщаться со слышащими людьми спокойно, вот как со мной? Да, да. Такой непростой вопрос задам. Нормальная ли реакция у всех окружающих? Потому что, ну, люди бывают разные, да. Кто-то реагирует нормально, кто-то, может быть, так немножечко в сторонку отойдет. Ну, такое бывает тоже, это жизнь. Вот как вас обычно принимают? Не вижу, да, каких-то проблем вот в этом, не возникало вообще, да. Окружение такое доброе обычно, да. Все всегда на позитивчике. Все, позитивчике. Все, да. Хорошо. Ну, еще хочется побольше поговорить про видео именно Танины. Какой смысл в них заложен? Что именно она снимает? Только ли тренды или нет? Нет, сейчас мы вообще планируем, грубо говоря, перейти в юмор. Вот. Юмор – это вообще сложная история. Особенно, ну, когда, ну, так скажем, я просто не знаю, как там, как они, какой именно юмор воспринимают, да. Ну, Таня, допустим, смотрит, какой именно конкретно юмор. Вот. Потому что в юмор там интонации много, что зависит еще, как сказать. Вот. И мы придумали, что просто, если не словами будем говорить, то, как это, как правильно сказать, типа по ситуациям юмор. Вот. Разыгрываем ситуацию, какой-то диалог, просто обычный, просто нейтральный. Вот. И вот, допустим, взаимодействие, там, допустим, глухого и нормального человека. И типа вот как вот все всякие, ну, то есть обычный для того юмор выносим в смешном характере. И вот это будет классно вот. Это сейчас сложнее с точки зрения того, что нужно сценарии, потому что вот они не было такого еще опыта и в съемке. Вот. Но они там вот мне тоже говорят, мы хотим пранки снимать. Я такой, ну, ладно, давай попробуем пранки снять. Ну, типа, почему бы и нет. Мы были на этом, на Сев Кабельпорт. Это день студенчества был. Вот. И была там, грубо говоря, ну, для блогеров там, тысяча блогеров съезжалась, грубо говоря, была сессия Inside People. То есть, как это, мы, они были студентами. Представьте, вот Таня, да, там, когда ты закончила университет? Курсовую работу, которая была? Нет, университет в целом, когда закончила. Ну, училась в последний раз, когда она. Вот когда, ну, это зачеты было сдавать. В 2008? В 2008. В 2008. Представьте, сегодня какой удачный до встречи. И вот ей пришлось сдавать снова зачеты, писать курсовую работу. А они там просто говорят, они говорят, как написать курсовую работу? Я говорю, ну, просто напиши, говорю, вот как ты, как ты-то помнишь. Да, да, да. Они там не ночью писали, что, типа, как писать курсовую работу? Ну, и написали же. В итоге, кстати, ее курсовую работу выделили, и она шла еще на защиту курсовой работы. Там, то есть, было тысячи курсовых работ, из этих тысяч выделили всего лишь, там, ну, около 20-30. И вот Таня пошла. Ну, набрали, честно. А, и вот, то есть, среди них Лера, вот Чекалина была, с ней знакомство такое было, да. А тут про курсовую, как защищалась? Да. Как защищалась курсовая? Ну, отлично стало. Ага, ну, отлично, да, получается, в Питере. Ну, ладно, я хотел, чтобы, типа, как именно, то есть, как шел процессор. Да, там, рассказывали о себе, о себе, о своей деятельности. Ну, то есть, то, что вот мы сейчас обо всем говорим, об этом. Давай раскроем тему. Какая тема курсовой была? Тема? Тема курсовой. СМИ. Участие в СМИ, да? В средствах массовой информации. Ну, вот. Как она это видит? Ну, вот, как бы понравилась им эта работа. Вот они защитились. Хорошо. Будут, наверное, ее сейчас в жизнь реализовывать. Иван, а почему вы решили, вот, заняться продвижением Татьяны? Ну, это интересно. Ну, очень. Ну, то есть, я не вижу здесь никаких препятствий вообще в том, что... У нас разные люди есть, там, и животные, и... Ну, не животные люди, я говорю, а люди с животными, вот, и там... Короче, разного характера есть музыканты, там, и так далее, и так далее. Я думаю, что это будет прикольно. Думаю, что интересно, как это можно спродюсировать будет, и какая история из этого может выйти. Сколько вы знаете, допустим, вообще, блогеров глухих? Я не знаю, ни одного. Вот я тоже думаю. Получается, она может стать первым топовым блогером, ну, то есть, глухим блогером топовым. Я таких не знаю. А вот как раз такая особенность... Ну, то есть сейчас, как тренд, да, вообще, люди, которые с особенностями какими-то, они самые популярные сейчас становятся. Вот. В целом, за ними очень интересно наблюдать. А я, допустим, когда... Ну, я ни разу, честно говоря, в жизни не сталкивался с глухими людьми в целом, не коммуницировал с ними никогда. Я знал, что такие есть, но в жизни их никогда особо не получалось с ними пообщаться. А тут это интересно, и тем более они сказали, мы тебя научим жестов, ну, языку жестов, и тем более они сказали, это все же за один день можно научиться. Просто надо сесть и научиться. И говорят, мы уже учили так. Это только классно. Ну, по крайней мере, еще пока вот прям, чтобы тренд-день так выделить, пока не получается. Потому что, ну, у меня в продюсировании сейчас 34 блогера, и, то есть, каждому, ну, уделяю внимание, так, по чуть-чуть, грубо говоря, еще нужно другие, там, надо и стратегию продумать и так далее. Вот, как могу, так успеваю. Но работы у Тани много. В плане блогерства, да. Ну, то есть, ей сложнее, можно сказать так, сложнее всех ей делать контент, потому что, ну, тут нужно прямо вот какой-то стержень внутри иметь, потому что действительно сталкиваешься с таким, грубо говоря, сопротивлением. Ну, что ты вроде хочешь это сделать, но есть проблема, что нужно найти еще человека одного, который снимет, который переведет, который сделает. Как бы ей нужно больше работать, чем всем остальным это 100%. То есть больше механизмов задействовать. Больше механизмов задействовать. Но, опять же, если, ну, как бы, когда это все автоматизируется, для нее будет, ну, то есть, уже, ну, то есть, те проблемы, которые для обычных блогеров проблемы, для нее это будут не проблемы. Для нее, в принципе, уже это особо не проблема. Она, в принципе, много что делает. Я просто, когда смотрю на Таню, она и там, и там, и там. Вот к вам она пришла уже. Я думаю, капец. Как она все это успевает просто. В Москве, когда они были, я просто... Они в Москве были, ну, как бы, и они пишут мне по-московскому. То есть у меня уже где-то час ночи. Они говорят, мы здесь, мы здесь. Я такой, да как вы там успеваете? Говорит, помоги нам встретиться с этим. А у меня как бы 12 часов ночи. И я звоню человеку, говорю, можете встретить, пожалуйста, там. И вот так, смешно, весело получается. Таня, а чем помимо... Да, действительно, спасибо большое за такие слова. И, да, много деятельностей. Вот за декабрь месяц даже во многих городах уже побывала. И, да, много деятельностей такой, получается, интересной. У нее особенность, да, что она умеет хорошо коммуницировать с людьми. Прямо она вот умеет прям вот устраивать эту коммуникацию. Это у нее большой плюс. Ну, она очень улыбчивая и красавица что-то. Поэтому, наверное, да. Спасибо, да. Поэтому все получится, я считаю. Да. Скоро будут все знать кожевнику Татьяну. Кошелка. Кошелка. Курсы Таобао у нее. Курсы Таобао. По продажам там, да. И также за границу помогаю уезжать глухим людям. Работать, искать работу за границей. А, и работу, да. Там вот работу в Корее обычно это. В Израиле раньше было. Ну, сейчас вот из-за пандемии, конечно, вот эти вот ограничения. Ну, раньше вот этим занималась, да. Ну, это тоже такая достаточно серьезная, сложная работа. Отвечать за других людей. Отвечать за других людей, да. Да, действительно. Ну, мне это нравится. Есть ребенок, да, как я понимаю? Да, сын 11 лет, ему уже скоро исполнится. Он слышащий или нет? Да, да. И как вы с сыном коммуницируете? Мой большой помощник, как общаться? Популярный вопрос. Да, он знает мой голос. Да, у меня необычный голос, но он привык к моему голосу. И жесты, конечно, знает. То есть вы его учили язык уже где-то специальный? Да, ну так. Я не скажу, что он прям так, как переводчик, да. Но бытовые жесты, да. Да, конечно, сама. Надеюсь, что подрастет, будет у него желание прям учиться конкретно этому, чтобы стал переводчиком. Но он поддерживает маму в ее увлечении блогами? Да. Не знаю. Когда у нас был, он там, давай, давай, это я помогу. То есть в целом помогает. Ну, по крайней мере. Мне кажется, он должен гордиться. Дети же сейчас вообще блогеры для них – это главные звезды, а тут мама – блогер. Ну, наверное, да. Ну, как бы он помогал нам коммуницировать, помогал там что-то преподнести, и так далее. То есть в целом. Иван, какие еще есть планы по развитию? Конкретно Тане. И конкретно Тане, и ваши в целом? Ну, конкретно Тане я уже рассказал, что мы… Ну, моя цель вообще изначально, да, это сделать здесь. Хотя бы сейчас, за этот год, по крайней мере, я не говорю о следующих годах, хотя бы пять топовых блогеров, которые будут вот прям на уровне там Давы, Бузова, то есть сниматься в этих шоу. Это за год я планирую сделать. Одного блогера я подобного такого сделал. Вот. Он сейчас в Москве живет. Не буду называть его им Никитом, Италией. Вот. В целом мы хотим здесь в этом году снять одно… Ой, один какой-нибудь фильм. Попытаться снять именно полный метр. Наверное, один сериал, который тоже хотим, чтобы пошел на телевидение. Вот. Ну, и шоу, конечно, чтобы шоу наши начали показывать на телевидении. То есть мы снимаем сейчас шоу такого телевизионного характера уже. Дошли до этого качества всего лишь там… Ну, мы как-то начали снимать шоу четыре месяца назад. Вот. И тот рост, который мы там вначале был, на сегодняшний день, это прям, ну, не знаю, это гигантский такой шаг, когда мы просто там… И оборудование у нас там уже очень крутое тоже стоит. И, в принципе, у нас сейчас мощности. У нас, наверное, единственная студия от Владивостока до… Сейчас, если не знаю, там, не ошибусь, до Калининграда, по-моему, где есть реально киностудия, большая, тысяча квадратов, 10 метров потолки. Вот. И мы там, в принципе, сейчас тоже будем снимать. Мы хотим этот ангар задействовать и построить там пока что квартиру, где можем снимать какие-нибудь скетч-шоу, типа «Саштани». В целом, то, что вот, это снять фильм, снять сериал, чтобы наше шоу участвовали там на телевидениях, там ТНТ, СТС, и пять топовых блогеров, которые будут петь, выступать, сниматься в таких больших картинах, на больших сценах, на очень большую аудиторию. Это моя же цель. Таня в их числе? Таня в их числе, да. Это очень… Ну, то есть я в ней, я очень, честно говоря, вообще не сомневаюсь, что она точно с ее целью и с ее устремленностью, то, что она делает, сколько действий. Ну, невозможно просто, ну, не добиться успеха. А и с нашей поддержкой, тем более, это, ну, то есть, таких, такой поддержки, крайне мере, в регионах никогда не было. Ну, вот, как он, допустим, как наш политический центр. Что можете посоветовать таким же начинающим, может быть, блогерам, как Таня, ну, или просто похожим на нее людям? Верить в себя и делать в действия. Ну, то есть, я вообще всегда за действия, действия дают результат. Все. Ну, то есть, это все очень просто. Очень много блогеров, кто приходит к нам, вот такие, с такой, с горящими глазами, как у Тани приходила тоже, они говорят, все, я хочу быть блогером, там, ну, как бы, называли себя блогерами, в целом, не готовы даже делать минимальные шаги, там, допустим, снимать просто контент. Ну, то есть, сейчас, допустим, тренд идет на видео контент, не на фото уже контент. Там, допустим, вернемся, там, 5 лет назад, может, еще фото можно было сделать. А сейчас только видео контент, это сейчас тренд, это вертикальное видео, вот, и, как бы, многие приходят, я говорю, ну, хотя бы давай, что-нибудь сделай, вот давай с тобой, там, допустим, поговорим, там, вот, и две недели снимаешь, просто хотя бы по одному видосу в день выкладываешь. Вот люди на пятый день, все, они не выходят на связь, ничего не перестают выкладывать, ну, то есть, ленивые люди. Вот, и поэтому те, кто не ленивый, те, кто умеет, вот, держаться, потому что, ну, блогерство, это очень сложно, многие там считают, что я тогда просто там поснимал видос, посмеялся и все. А это очень такая работа, когда с хейтом встречаешься, когда ты очень много делаешь, очень много действий, это из меня, вот, как бы, люди поймут, кто творческий, по крайней мере. Когда ты много-много, что делаешь, и тебе говорят, да ты какой-то фигня, страдаешь, вообще ничего не делаешь. Это немножко, ну, задевает за живое, вот, и люди обычно начинают задаваться, типа, ну, когда нет поддержки особенно, вот, они такие, типа, ну, да, возможно, я там, типа так делают, там еще родители бывают, говорят, что типа, вот, фигней занимаешься, иди там на нормальную работу, на понятную работу, то есть блогерство, то есть уже на сегодняшний день, это уже официально, то есть его признали, институт уже делают, вот, и уже признали, в принципе, сейчас налоги все платят, то есть Таня самозанятая, она платит за свою деятельность налоги уже тоже, то есть она не физ лицо уже, а даже ты, ты даже ИП, да, вот, ИП даже, у нас все блогеры самозанятые тоже, и они за свою деятельность платят налоги тоже как как обычный как обычной работе ну как они предприниматели можно так сказать сами себе вот то есть в целом это очень большая работа и особенно нужно такой медь хороший стержень у себя чтобы не сдаваться потому что блогерство такое ты можешь допустим у нас такая девочка была который год снимала просто даже тысячи подписчиков не могла сделать а потом год снимала 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 мы там проработали у нее там были психологические затыки вот и потом 200 тысяч подписчиков все то есть тут нужно идти просто в долгу играть так вот момент мгновенно не получится только кто-то говорю что логист это легко почему все это не снимают ну да важно конечно быть самой активной в этом и создавать свой контент то есть думать что чем хочу я привлечь свою аудиторию какую-то интересную информацию рассказывать не так что просто я как-то там какую-то пустую информацию да и думать наперед для блогера важно думать что я о чем завтра расскажу поэтому до верить себя конечно тоже и активность активность да наша работа на самом деле не физическая у них вот головну то есть они 24 7 реально думают головой что я буду завтра снимать что будет выкладывать до идеи это самое главное что что должно самое сложное сложное это как с интервью у меня вот тоже цели работа очень сложная вообще не представляют интервью это очень сложно брать ну что ж ребят я желаю вам большой большой удачи таня как можно больше подписчиков не только местных но и по всему миру пускай они будут эти подписчики но ивану успешных стартов успешных идей новых по-другому никак сделать спасибо спасибо я напомню это была программа время говорить и сегодня мы говорили о том как создать свой блог людям с особенностями в гостях у нас были татьяна кожевникова блогеры участница форума глухих иван юрченко продюсер татьяны в студии работала юлия ракотская увидимся на восьмом